Дорогие друзья, всем добрый день! В этом видео я хочу вам рассказать, как взбить сливки и напомнить основные правила взбивания сливок. Также я вам расскажу, что делать, если вдруг сливки у вас не взбились. Итак, для начала сливки должны быть очень хорошо охлаждены. Желательно, чтобы сливки были куплены заранее и провели в холодильнике всю ночь, либо минимум 4-6 часов. Также в дальнейшем мы приготовим с вами крем-шантильи. Для этого нам понадобится сахарная пудра. Сахарную пудру желательно просеять предварительно через сито, чтобы не было слежавшихся комочков. Сливки должны быть жирностью минимум от 33% и выше. Емкость и венчики должны быть полностью обезжирены и сухие. На них не должно оставаться ни одной капельки воды. Венчики и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, желательно тоже убрать в холодильник за 30 минут до взбивания сливок. Итак, выливаем сливки в охлажденную емкость с высокими краями и начинаем взбивать ручным миксером. Сначала делаем это на низкой скорости. Слишком сильно поворачивать и крутить миксер не нужно. Обратите внимание, как я это делаю. Вот таким образом, аккуратно. Сначала взбиваем до мягких пиков. Процесс этот довольно быстрый. У меня на это обычно уходит в общей сложности на все взбивание 5-7 минут. Время взбивания напрямую зависит от жирности сливок и от мощности вашего миксера. После того, как сливки начинают менять консистенцию, становится немного гуще. Вы это сразу увидите. Увеличиваем скорость миксера и продолжаем взбивать. Очень важно не прерывать процесс взбивания сливок, то есть не отвлекаться на телефонные звонки и смс. Также, если вы решили взбить сливки, то их нужно взбивать именно непосредственно перед их использованием. То есть взбитые сливки желательно не хранить в холодильнике, а сразу использовать по назначению. Например, для приготовления разных кремов, более сложных, например, такого крема, как дипломат. Кстати, на моем канале есть рецепт крема дипломат. Если кому-то интересно, заходите, смотрите, подписывайтесь. Или для приготовления различных десертов, тортов. Взбиваем сливки непосредственно перед использованием, а не заранее. Консистенция сливок заметно изменилась, она стала еще гуще. Обратите внимание, то есть совсем скоро мы уже дойдем до мягких пиков. Сейчас я вам покажу консистенцию, которая у нас получилась на данном этапе. И теперь на этом этапе можно уже добавить сахарную пудру. Сахарная пудра берется с расчетом 1 к 10. То есть в среднем на 250 грамм сливок у вас уйдет примерно 25 грамм сахарной пудры. Сначала немного перемешиваем выключенным миксером, чтобы сахарная пудра никуда не разлеталась. И затем включаем миксер и продолжаем взбивать до мягких пиков. Я специально вам показываю все процессы взбивания, чтобы вам было наглядно. Обратите внимание, уже начал оставаться небольшой узор на сливках. Вот когда начинают оставаться такие следы на сливках, это значит мы уже взбили сливки до мягких пиков. И можно уже прекращать взбивание, если вы будете использовать сливки, например, для приготовления другого крема. Если же вы будете использовать сливки в качестве наполнителя для десертов или для прослойки коржей для тортов, то их нужно взбить до более плотного состояния, до стойких пиков. Вот как я вам сейчас показываю на видео. На этом этапе нужно быть осторожными, чтобы не перевзбить их. Если же сливки у вас все-таки не взбились или плохо держат форму, то не расстраивайтесь, в этом случае можно воспользоваться желатином. Добавить 1 чайную ложечку в молоко, дать набухнуть в течение 15 минут, подогреть в микроволновые печи, не доводя смесь до закипания и затем аккуратно ввести в сливки. Если же вы противник желатина, то можно воспользоваться загустителями для сливок. Продаются специальные загустители, которые делаются на основе крахмала в магазинах, которые желательно иметь всегда под рукой. И в случае, если сливки у вас не взбились, добавить загуститель. А наш крем Шантельи готов. Посмотрите, какая отличная получилась консистенция у сливок. Получается этот крем очень вкусный, готовится просто, быстро, подойдет для десертов, для других более сложных кремов для тортов. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю отличной выпечки, вкусных десертов, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.